Еще не отзвучали горны в пионерских лагерях, не завершили своего пути красные следопыты, а школьные заботы все ближе подступают к нашей детворе и их родителям. Ровно две недели остается до первого школьного звонка. Он позовет в класс и учебные кабинеты свыше 40 миллионов учеников. Кому из нас незнакомо вот это волнение, когда впервые в жизни тебе покупают школьную форму, ранец, тетради, а ты все время мечтаешь о том дне, когда впервые в жизни сядешь за парту вот в этой новенькой школьной форме. Таких мечтателей мы сегодня встретили много в залах главного детского магазина столицы. Только за один день продавцы детского мира реализуют школьных товаров более чем на 2,5 миллиона рублей. Еще вот о чем подумалось. Теперь каждый мальчик или девочка, которые поступают в первый класс, будут учиться до получения среднего образования. Год за годом все больше юношей и девушек будут осваивать программу десятилетки. Вся сна снаряжает ребят в школу. Издательство выпустили 282 миллиона учебников. Сейчас отовсюду поступают добрые вести о школьных новосельях. 896-я школа города Москвы выросла в 14-м микрорайоне Орехова-Борисово. Строила ее бригада героя социалистического труда Громова. Строители уже сдали школу, но нет-нет, да и заглянут сюда, чтобы помочь педагогам еще лучше подготовиться к встрече своих первых учеников. Пока здесь еще тихо. 1 сентября только в этом новом районе столицы справят новоселье 7 школ. А всего в нашей стране свыше миллиона учеников придут в первый день осени в новые школы. Школа – это дело всенародное. К ее жизни так или иначе причастен каждый. Вот почему с таким вниманием, с такой заботой в каждом городе, в каждом селе готовится встретить 1 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok